Есть такое понятие в Иране и в Азербайджане, как джаду. Под этим словом подразумевается целый спектр умышленного и направленного желания вреда своему противнику, который реализуется при помощи особых заклинаний, отбрасывания в жилье особых мешочков и закапывания на кладбищах фотографий с предварительной обработкой. Данное действие, конечно же, сравнительно свежее, недавнее, молодое. Понятное дело, что в эпоху отсутствия фотографии обходились какими-то предметами личной гигиены, личного пользования жертвы. Оговоримся сразу, что к исламу, к короническому основному значению, эти манипуляции не имеют никакого отношения. Об этом не устают твердить и суннитские, и шиитские священники, призывающие избегать контактов с людьми, которые наводят или пытаются избавить от проклятия джаду. Но практика распространена именно в исламской среде, как наиболее известная. Поэтому джаду и ислам среди не самых порядочных мусульман. Понятия рождественные, почти неразрывные. Пришло это веяние в Иран, Азербайджан и даже на Северный Кавказ задолго до ислама. Это отголоски средневековых методик шаманизма, частично проникнувших в азиатскую, затем и в причерноморскую среду. Преимущественно среди тюркских времен. Хотя и ираноязычные племена тоже не избегали этого. По степени воздействия джаду, образно говоря, это те же поклады, тайно размещаемые предметы и атрибутика, делятся на рассорные классификации, угнетающие, так называемые закрывающие рот, и даже на смертельные. До 90% всех джаду заказывают недовольные невестки и любовницы женатых мужчин. Хотя и жены в отношении любовницы так поступают. Такова уж природа происхождения джаду и сфера его применения для одоления соперниц преимущественно женского пола. В основе джаду лежат преимущественно воздействующие предметы. В типовом составе джаду, обычно это тканевый мешочек с характерным таким типовым содержимым, можно обнаружить непременно колющий металлический предмет, иглу или булавку, состриженный непременно с умершего человека ногти и волосы. Этим, кстати, активно промышляют женщины, которым иногда доверяют обмывать мертвецов мечети. Изредка там встречаются бумажки с надписями на арабском языке. Считается, что подобный набор заставит человека бояться противника одновременно, вызовет заболевания. Молва утверждает, что переселивший свой страх человек, которому подложили джаду, попросту сведет себя в могилу, если не прекратит споров и противостояние с наславшим проклятием. С приходом науки, новых технологий, с установлением советской власти в республиках Азии и Закавказья, все методики колдовства вместе с религией попросту ушли в тень. Но они существовали. Это все тщательно скрывалось и от властей, и от общественности. Ну, любой пожелавший обратиться к джадукяр, как назывались эти колдуны или колдуни джадукяр, мог выйти на них в местах паломничества и поклонения, которых тоже хватало во все времена. Это пиры, это зиареты, это места, где возносят всякие молитвы, ну или где подают милостыни. Сейчас тема широко обсуждается и порицается как светскими властями, так и духовными. Несмотря на широкую просветительскую деятельность, как сунницких, так и шиитских проповедников и священников, заказчиков джаду не становится меньше. Как правило, это глубоко уязвленные или серьезно отставшие в общем развитии люди, желающие преодолеть жизненные преграды без взывания к единому и всемогущему Аллаху. Идущие путем погибели, как заверяет духовенство.